В общем, меня в моём колледже немецком переводят другую группу на уровень выше. Почему? Сегодня до каникул мы писали тест с одной учительницей по немецкому языку. И сегодня наш класс-руководитель заходит в класс и говорит, что с тем учителем, с которым вы писали тесты, мы посовещались. И она вот назвала, мы решили, что вот три лучших ученика, у которых, да, самый лучший уровень немецкого в нашей группе, в которой я нахожусь сейчас, это вот Полина, я, и ещё одна Полина, и Виталик. И вот нас нужно перевести в другую группу на уровень выше, которая посильнее группы, да, знания немецкого. Вот. А троих оттуда, которые послабее уровнем, они переводят в нашу группу, получается. И вот нас буквально посовяли перед фактом, чтобы вы понимали, нас с самого начала года хотят перевести в какую-то другую группу, потому что нам всегда говорят, что мы какое-то задание сделали, и очень долго потом живем остальных, так как у них уровень ниже, и они дольше делают, да, какое-то задание. Ну, то, с одной стороны, хорошо. Да, да, это для нас хорошо, с одной стороны, но весь факт в том, что я уже вот сколько, три месяца доучусь в этой группе, я привыкла к учителям, к классным руководителям, к одноклассникам, к атмосфере, к классу, к коридору, к этажу и так далее. Я привыкла ко всему, мне тут комфортно, я тут уверена в себя чувствую, комфортно, я тут понимаю, да. А там все новое, этаж, класс, кабинет, классный руководитель. А, еще в новой группе нету ни одного знакомого учителя, который у нас ведет сейчас уроки, представляете? Новый учител, да? Да, абсолютно, только одна, которая ведет английский, но она раз в неделю у нас, я ее несколько раз буквально видела там. Вот, вот, как-то так, да, это тоже не очень приятно, и я так любила у всех учителей. Вот, и вот, да, и сказали, обязательно нужно. Я не знаю, нам сказали, походите эту неделю, вот, три дня, решите, если вам будет тяжело, да, или что-то не нравится, то скажите, и мы вас там будем что-то уже решать, переведем обратно, возможно. Вот, но я хочу вот это походить эту неделю, посмотреть, возможно, это будет лучше для меня, по уровню немецкого, да? Как-то так, переводят. А, Полина, кстати, у нее просто университет украинский, и ей онлайн нужно заниматься, утром только, у нее нет вот этого дополнительных. Вот, а у нас же три дня, да, в неделю в нашей группе, утро свободное полностью. Мам, ты знаешь расписание. Вот, и она решила из-за этого остаться в этой группе, она объяснила это нашему классному руководителю, и Полину поменяли с Аленой. Получается, я, Алена, и Виталик переходят завтра в другую группу. Потому что Алена как бы вторая по уровню там немецкого в нашей группе. Хотя, знаете, на уровне, ну, лично моем уровне, вроде бы еще практически там есть несколько людей, и мы так возмущались прямо перед классным руководителем, почему нас именно, почему не их. Они тоже знают, ну, немножко максимум хуже, знаете, но не сильно. А вот что-то именно нас так хотят с самого начала года перевести, я прям в шоке как-то. Вот, но я расстроена, потому что не хочется приходить. Мне тут все устраивало. Я только привыкла к этому классу, я даже еще несколько им не запомнила. Вот, а тут уже другое, понимаете. Я, мы вообще не знаем, какой там учитель, какие люди там. Я знаю, что там четыре украинца, я спросила. И 23 всего люди, человека. Ну, как-то так. Ну, никак иначе. Так.